Здравствуйте, с вами снова Мистер Снейк, продолжаем проходить Хитмана. Я вот не помню, выкручивал я яркость или нет на эту миссию, но вообще здесь типа ночь. Но если вы все видите, то ничего страшного, потому что я-то и подавно все вижу, а YouTube еще выкручивает качество на минимум, поэтому я должен был по идее графику подкрутить, чтобы вы здесь себе глаза не портили, всматриваясь в эту миссию. Я тут играю исключительно по таймингу, поэтому мне плевать, собственно. Я даже особо не смотрю, кто где ходит, я это все уже выучил. Вот, ну, какие здесь есть способы прохождения? Здесь он, по сути, один-единственный, то есть мы просто сейчас найдем, в кого переодеться, потом неправильно разрежем рыбу-фугу и, собственно, ей отравим, а еду там этому Хэяму Мото или кто он там, принесет его официантка и все. Собственно, он там сам умрет, а мы спокойно выйдем из миссии. Казалось бы, именно так я и должен был сделать, но нет. Вот, я подзапарился в этой миссии, все-таки нашел альтернативный способ. Так что сейчас вам его и продемонстрируем. В общем, вообще эту миссию можно хоть на Сьютонле пройти, но здесь будет довольно проблематично потом выбираться. То есть пройти сюда или еще куда-нибудь в черном костюме не проблема. По сути, даже можно, мне кажется, успеть отравить его еду в черном костюме, потому что там как раз идеально так получается, что никого в это время на кухне нет. Но смысла в этом особо нет. Вот, и я буду проходить по такому способу, где просто если у меня что-то не получится, я рискую повторить это действие, и поэтому я на всякий случай переоденусь, но это будет необязательно. Если захотите, можете хоть в черном костюме эту миссию проходить, даже таким же способом она проходится. Мы тут вообще не торопимся, потому что нам нужно подождать, пока вот этот охранник пройдет мимо этой двери. И он очень это долго делает, поэтому можно еще даже круг почета совершить, так как раньше, к сожалению, пройти нельзя. Здесь есть маскировка повара, я так понимаю, мы как раз сейчас к ней и идем. Она одна на миссии, можно еще попытаться переодеться в охранника, ну вот, например, когда я в гараже посигналил, то можно было там при помощи анестетики или ножа выключить этого охранника и, собственно, здесь ходить в этой черной форме. Но вы имеете очень много шансов спалиться в костюме повара, а уж про охранника так я лучше вообще упоминать не буду, потому что эти ребята палят мгновенно буквально. Так что с ними лучше не сталкиваться даже в этой маскировке. Так, теперь знаете, что делаем? Надо, чтобы он далеко отошел, и мы здесь вот так вот чисто на беге работаем. Отлично, он бежит к стенке, и дальше второй этап этого плана это выстрелить так, чтобы он нас услышал. И слышит только он, потому что он стоит рядом со стенкой. А остальные охранники стоят далеко. Плюс нужно побегать здесь, чтобы он нас увидел или услышал, я уж тут не уверен, потому что иначе дальше он не побежит, он потом обратно вернется. А сейчас он пойдет проверять эту комнату. Он там еще остановится, и вот сейчас должен ворваться. Ну и мы ему просто... На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на просто. Все. Вот так этого парня можно убить альтернативным способом. Вряд ли это кто-то продумывал. Это так, чисто на механике получается сделать. Здесь его вроде как никто не должен найти. Ну, знаете, я его на всякий случай оттащу. Потому что я что-то не хочу рисковать. Мало ли, кто-то решит заглянуть вот в комнату. С этой стороны вроде никто не заглядывает, точно. Но нам еще нужно выйти сейчас и ни с кем не столкнуться. Лучше пройду мимо повара. Это, мне кажется, безопаснее гораздо. Да, кстати, надо не забыть оставить передатчик. И это, собственно, проблема всей этой миссии в том, что его убить можно и другим способом. Более таким простым. Правда, там это просто комната ожидания на полчаса. Он не всегда выходит на улицу. Ну, то есть там какие-то очень суперстранные тайминги. Может, реально его надо очень долго ждать. Потому что спровоцировать его не очень получается. Но проблема потом еще подойти к нему и положить в него передатчик, когда все на шухере. Так что... Рыба, короче, более такой... Сейфовый вариант здесь будет. Ну, в общем, бесшумный убийца. До новых встреч, удачи и надеюсь, увидимся. Сорок седьмой.